Тангос Тангос Существует много форм, какое-то энное количество форм, которые исполняются в этом компасе Там и Фарука, и Румба, и Тарантас, какие-то еще есть Но тангос он очень популярен Итак, сегодня что я хочу сделать? Я покажу пассео тангоса, пассео, то есть скелет, на котором строится эта форма. Покажу, как его можно обыграть. И возьмем пару фальсет для примера. Значит, вернемся к нашим аккордам, вокруг которых вращается любая композиция музыки фламенко. Как выглядит тангос на гитаре, скажем? Базовая его структура, самая элементарная. Показываю. Вот. На численность получается техника разгада, то есть какими пальцами здесь играем. Получается. Помните, что разгада мы играем не из такого шалбана, большого пальца, а именно отсюда, чтобы звучала у нас в разгада вся вертикаль. Обратите внимание, я играю не так, а вот так. Так играть сложнее, но если вы научитесь, это будет правильнее, намного правильнее, да? То есть мы играем разгада не так, а вот так. Каждый палец полетает по очереди, да? Раз, два, три, четыре. Та-га-та-та-н получается. Не должна быть такая дробь, да? Та-га-та-га-ан. Все должно быть читаемо. Чтобы было читаемо, нужно, чтобы каждый палец был одинаково по силе развит. Это очень важно. Значит, еще раз. Добавляем гольфик как краску, да? Ломаем немножко ритм, да? Та-га-та-га-та-га. Ммм. Дальше что у нас идет? Получается потом. Вот, я играю разгада вот этими пальцами. И, А, Та-га-та-га-да-н, Та-га-да-н. Еще раз. Комбинация гольфи или гата в левой руке, да? Да. Сыграем в темпе. Дальше. 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 То, что нужно выучить в первую очередь, когда вы начинаете осваивать тангос, да? Вот. Теперь можно посмотреть более усложненные варианты тангоса. Как можно сыграть его более интересно. Какие вставить какие-то сбивки. Обыгрывания, да? Помимо фальсет. Помимо фальсет. Допустим, скажем. Я вам показал сейчас. Вот так мы играем, да? Это ровно. Я бы сыграл вот так. Допустим, да? Используя альсапов, в данном случае, да? Допустим. Возвращаясь к технике альсапо, немножко затрону еще раз эту тему. Потому что в первом уроке, когда я про это рассказывал, там тоже было очень много вопросов, что непонятно, вы играете все быстро. Еще раз, как играется альсапо на примере тангоса. Посмотрим, да? Вот. То есть, я бью большим пальцем по струне. Вот у меня удар замахнет кистевой. Потом большой палец проходит вниз. Возвращается вверх. Снова бьешь легато, да? Получается. В данном случае будет так. Получается. Или еще бывает такое альсапо, да? Когда мы играем, то есть я ушел полностью большим пальцем, провалился вниз. Удар по четвертой струне. Вниз. Вверх. Удар. Легато в левой. Удар. Легато. Удар. Удар по до. В пятой струне. Достаточно все понятно. С точки зрения технологии здесь все понятно. Вопрос, как это все быстро сыграть. Это уже другой момент. Это нужно просто много заниматься. Контролировать свою синхронность, да? И именно поймать ощущение. Ощущение работы большого пальца, да? Чтобы он у вас играл не от этого фаланга, не от этого сустава, да? Вот так вот, чтобы не было такого. И желательно не только одним пальцем, а чтобы работал и палец, и немножко кисть, да? Вспоминайте первый урок, про что я рассказывал. Вот. Удар. Вниз. Вверх. Удар. Вниз. Вверх. Удар. Вниз. Вверх. Это если на одном аккорде. Если совмещать уже с переходами влевую руки, там добавляется легато. Да? Надеюсь, теперь все понятно. Еще раз получается. Потом, допустим. Вспоминайте, как в пулерии, да? Я показывал. То же самое я использую и здесь. Просто в другой ритмической организации, да? Получается. Ум-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- И интересно можно импровизировать Потому что размер 4 четверти Очень простой компас И вникнуть в него гораздо Можно быстрее, чем в тот же Булерез или Соля Или Аллегри Где 12-дольная структура Значит так я показал Как можно еще сыграть Если мы играем с рематой Что такое рематой Рематой это кульминация Когда вы аккомпанируете танцу Вокалисту или даже играете соль Но у вас есть некая кульминация Когда вы ставите точку Это называется рематой Получается она играется в танк И следующим образом Или Или Здесь тоже, как в Булерезе я показывал Я меняю всевозможные акценты Разгиада Или допустим сыграем следующим образом Внимание, здесь очень сложно Заиграю ля Пью по соль На самом деле это кусочек моей фальсеты И наверное сейчас я ее полностью покажу В танкосе Вот я покажу Две фальсеты Значит Это было что касается По сэу Тут можно бесконечно Их обыгрывать Всевозможное Но я показал скелет Именно базу Вот вы должны научиться играть эту базу Ровно С четким разгиада С артикуляцией Да Когда у вас это уже будет И вы можете это считать И с ногой И в голове полностью контролировать Это ритмическое пространство Тогда можно уже будет усложнять Какие-то Делать какие-то новые там конфигурации Да, ритмические Итак, фальсета Посмотрим фальсету Я ее тоже играл На первом уроке Когда я показывал Аль Сапо Вот Но я там скользко просто Сыграл и все Сейчас я покажу ее медленно Медленно, более детально Получается там Следующим образом Играем по сцену Вот Фальсета на разгиада И на аль Сапо Значит, смотрим медленно Я зажимаю здесь барре Первая струна у меня открыта Достаточно очень часто Я тоже Варианта вырвать Я как в буллересе Так и в тангосе Вот такая позиция Салям по буллерии Тут самое Вот Получается там Играю на И да Указательным пальцем вверх Пара-пам-там И пошло Сапо Играем медленно В компасе Играем медленно Или Решайте как здесь хотите Это не принципиально Вот Такая фальсета Она не простая Потому что здесь у вас И разгиада И комбинация с арпеджио В разгиадой И потом аль Сапо Техника большого пальца Такие ритмические смещения В общем Поразбирать эту фальсету Очень полезно Очень полезно Так Покажу еще Вариант по сэу Как можно обыграть Сейчас мне пришло в голову Значит получается у нас Опять изначально эти аккорды Не так Аль Сапо Аль Сапо Аль Сапо Например Например Обратите внимание Как я комбинирую легато Во фламинко Этого очень много Когда играется Разгиада А левая рука Играет еще подголосок Что здесь Что здесь Вот Это как такая Мелизматическая краска Получается еще раз Или Аль Сапо Или баска Это Это ремата То есть кульминация Точка И разгиада В конце Да Кстати разгиада Тоже не затрагивал Эту тему Я показывал ее В уроке Где рассказываю Как играть румбу Но более детально Разгиада Как мы играем Большим пальцем Мы играем Вверх Потом двумя Безымянным и средним Вниз Потом Большим пальцем Вниз И вверх Кисть должна у вас Работать Примерно вот таким Макаром Как будто Вы Закручиваете Экран Представляете Вот такое Движение Должно быть У вас Опять-таки При этом Работают Как пальцы Так и кисть Еще раз Такое разгиадо Играют Обычно Висенте Амиго Пока Долусея Его особо Не играл Он играл Вот такое разгиадо Большой палец Вверх Безымянный Вниз Указательный Вниз Вот Ну чтобы Поградить Разгиадо Нужно быть Очень массивным Человеком На мой взгляд Обладать Такими Тяжелыми Костями Вот А такой разгиадо Оно более Насыщенно Получается Звучит В общем Какой из этого Можно сделать вывод Развивайте Свою фантазию Побольше Побольше слушайте Музыки Не бойтесь Сочинять Экспериментировать Эта музыка Она тема Прекрасна Что она Она свободна Это не фуга Баха Не симфония Бетховена Да Где каждая нота Имеет Какую-то Какую-то Драматургию Смысл Это музыка Играниционная И в ней Есть настроение Именно Вот вы должны Передавать Это настроение Как вы Это будете Делать И какими Ритмическими Изысками Это ваше Дело Вот Так Что можно Еще посмотреть А покажу Еще одну Фальсету Покажу Еще одну Фальсету Свою Да Тоже Авторскую Фальсету Покажу Достаточно Очень простая На фоне Первой Но гораздо Мелодичнее Теперь играю В ритме Да Мелодичнее Так В медленном Темпе Все Большим пальцем Обратите внимание Что я часто делаю Такой прием Да Я глушу Кистью Большим пальцем А я указательным пальцем Сыграл Заглушил Заглушил Боком Кисти Пам Да Я играю не в долю А Пам Да Пам А Да Пошла Та Секунду Передаю Такую краску Да Потом повторение, все одно и то же И в конце лесопор Вот И теперь я в конце урока сыграю Все, что я показал от начала до конца Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Вот Рекомендую позаниматься Посчитать, послушать, поснимать Не обязательно прямо все учитело-то в ноту можете исправлять можете какие-то вносить свои краски вот я показал и медленно и быстро и отдельно и в контексте до начала до конца должно быть все понятно вот так выглядит танго своего инструментальном виде то есть когда вы будете аккомпанировать танцору танцовщицы певцу да все это можно смело там использовать играете вы сольно или играете вы в ансамбле это все вам пригодится и фальсеты и вот эти ритмические фишки и сбивки как бы здесь есть и для самых начинающих кто только делает первые шаги в этой музыке и для более продвинутых ребят вот так 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 я думаю что достаточно достаточно рассказал до новых встреч адьес